Привет, непрофессионалы и интеллектанты. Меня зовут Александр Кубнов и мы продолжаем вести Динамо. Вперед, да? Расскажу о последних новостях, которые произошли с командой, да? Начинаем с того, что вы пропустили. Пропустили вы немного. После сызания мы обыграли Уху 1-0 благодаря гуму Диакова со Штарфнова. Да, играем бы не очень зрелищно. Зрители могут нас упрекнуть в том, что голов мало, да? Понимаешь, моментов немного, то, что играем от обороны и последние три матча чемпионата России бы выиграли только за счетом 1-0, да? Но при этом, при этом я не могу сказать, я не могу сказать, что с этими игроками можно добиваться чего-то больше. Я не могу такое сказать. И знаете как? Это их, ну, может быть, не потолок, но уже где-то рядом с потолком, понимаешь? Вот. Поэтому мне приходится действовать, да? Кристофер с собаком мне пришел и говорит, тренер говорит, я мало играю, я, говорит, должен гораздо чаще выходить. Я говорю, я решаю, понимаешь, когда тебе выходить, что тебе делать, да, понимаешь? И, значит, он начал ныть, то, что это расизм, представляешь? Я говорю, какой расизм, если ты на больничной койке валялся от 3 месяца и не можешь до сих пор форму набрать? Конечно, ты выходишь не с первых минут. Нет, понимаешь, устроил, устроил, это, ныть начал, понимаешь, как Люхе и не снилось. Ныть начал. Ноет, 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 и елки-палки, думаю, знаешь, кристофер. Давай-ка я тебя, думаю, продам. За 3 миллиона в Crystal Palace я его продал, ну, знаешь, как, с учетом его, с учетом его отношения к делу, да, у него уже руки опустились. Контракт 62 тысячи в неделю, 31 год. Если бы он был помоложе, может быть, если бы ему было лет 25, да, с таким показателем, я бы его никуда, естественно, не отпускал. Ну, во-первых, выносливость 10, да, выпускать его в статовом составе, это рискованно. Просто потому, что с такой выносливостью, да, он уже на последних минутах будет ошибаться. Плюс, ко всему, концентрация 11, да, и выбор, ну, выбор позиции, ладно, но концентрация 11 вкупе со слабой выносливостью что дает? Ошибки на последних минутах, это мне не надо. Да, он как таргетмен здорово сыграл, не выйдя ни разу в стартовом составе, в чемпионате 2 гола забил, и в кубке еще и выпустил нападение, тоже гол забил. Понимаешь, вот это я понимаю, вот это я понимаю, но все равно, как, именно как защитник, именно как защитник, он играть не сможет. Посмотри, да, выносливости мало, выносливости мало. Он там будет просто, он там будет просто допускать ошибки, мне такие игроки не нужны, плюс мы стараемся, понимаешь, от легионеров избавляться, потому что мы хотим доказать, что именно российские футболисты способны на многое, да. Самбо хороший игрок, безусловно, да, безусловно, но смотри, вот у него есть очень такая слабая инструкция, не применяет подкаты. У нас Дьяков тоже подкат, кажется, не применяет, но это плохо, когда два центральных защитника не применяют подкаты. Как минимум один должен это делать, должен это делать и, в принципе, здесь к Самбе были вопросы, именно как к центральному защитнику. А как таргетмен у меня есть по Гребняк. Он же шпатнером пожаловался, говорит, я, говорит, хочу получить место в основном составе. Ай, шо бы вы думали. Дьяков говорит, не считай, что Кристофер Самба заслуживает место в основном составе. И Губачин тоже считает, что Самба не заслуживает. Вот и все, понимаешь, да, вот такие у тебя партнеры, это во-первых. А во-вторых, видишь, Губачин, он применяет подкаты, играет плотно с соперником, да, и это очень хорошо сочетается с Дьяковым. Губачин, правда, низковат, да, вот был бы он чуть-чуть повыше и головой повыше не играл. Ну, в принципе, я доволен парой своих центральных защитников, относительно доволен. Тьфу-тьфу-тьфу. Но финансовая ситуация в команде у нас только ухудшается, начинаются выплаты по займам. Ежемесячно клуб будет выплачивать 65 тысяч, чтобы показать кредит в размере 6 миллионов. То есть здесь, здесь то, что мы от Самбы избавимся, да, мы как раз таки лучше будем за кредит отдавать эти деньги, да. А где я не сторонник вот этих вот кредитов, да, и всего прочего. Но что делать придется? Не всех шейхи спонсируют. И у нас финансовая ситуация, ну, видишь, не на высоком уровне 49 процентов. Но это уже не ко мне, понимаешь? Я же ж не могу зарабатывать, да, не могу зарабатывать деньги из ничего, да. Ну, там шлаги команда собирает на своих, на своих, на своем поле, да, с лохомотивом. Лохомотив, кстати, команда достаточно сильная. Это достаточно просто посмотреть на их состав. Черлука. Выглядит измотанным, я не знаю, будет он играть или нет, но... Ведеран Черлука классный защитник, да, достаточно на его карьеру посмотреть. Тоттенхэм, Манчестер Сити, пусть он там и не так много играл, но все равно. Тоттенхэм, Манчестер Сити, Байер. Да, вот, и лохомотив. То есть это, вот это действительно легионер высокого класса, да, Черлука. Можно там, конечно, смеяться, но это так. Это хороший, классный легионер. Бушуфа, тоже лидер команды, да, такой, знаешь, диспетчер, художник. Но, правда, выносилось у него так себе. Ну, и здесь, на мой взгляд, опять же, да, психологические показатели завышены немножко. Так, немножко завышены. Но, то есть, уже вот за этот сезон он за 10 матчей забил 5 голов. Слышишь? В Еврокубке, в Лиге Европы, раздал одну голевую передачу, забил 1 гол. Вот вам, пожалуйста, Бушуфа. Дальше идем Мануэль Фернандес. И это универсальный центральный игрок. У него сумасшедшие показатели технические, да, сумасшедшие. Вот. Да, может быть, ему не хватает психологии и немножко физики. Но физика нормально для плеймейкера. Нормально. Но, тем не менее, он не забивает, не отдает почему-то. Да, он почему-то не играет. Возможно, он был травмирован. Но, тем не менее, здесь у него сумасшедшие просто вот эти показатели. Смотришь колонку, да, вот так вот закрыть. Вот эту закрыть. Если колонку сюда посмотришь, думаешь, это топ игрок, понимаешь? Европейского уровня с техникой 19 по АСОМ-17, понимаешь? Это, знаешь, плеймейкер самый настоящий, высочайшего класса. Вот по этим показателям это высочайшего класса плеймейкер. Уровня топ-клубов, уровня, понимаешь, ну, может быть, не Барселоны, да, но уровня команд таких, как Арсенал, таких, как, понимаешь, Манчестер Юнайтед, таких, как Атлетика, таких, как Барусия, да, вполне, вполне, понимаешь? Туп уровень. Дальше идем Майкер. Ну, вот у него скорость высокая, правда, вносилась и не очень хватает, но бразилец бегает хорошо, достаточно техничный для чемпионата России, опять же. Вот это игрок, знаешь, вот таких легионеров в России, их быть не должно. Хоть у него и два гола, три голевые, да, но по уровню, да, по уровню мастерства, по уровню его каких-то показателей, даже если брать по максимуму неизвестные показатели, знаешь, это все равно не стоит того, вот зачем нужен нам этот Майкон, вот зачем он нам нужен. У нас таких Майконов, понимаешь, хоть на одним местом ешь, знаешь, этих Майкон. С таким показателем можно и русского игрока найти, и он будет не хуже смотреться, понимаешь? Ну, тот же Ташаев, да, тот же Ташаев, он, в принципе, не уступает. Давай-ка сравним, где у нас Ташаев. Ташаев, ну, вот видишь, да, он по скорости проигрывает, вот. Вот, но по многим техническим компонентам, важным, между прочим, для атакующего игрока, да, для игрока флангового, видишь, он навесы лучше исполняет, да, Ташаев, видишь, он в обороне лучше работает. Затем, по психологии Ташаев даже лучше смотрится, да, вот. Ну, и в принципе, физики, да, ну, только, только уступает в скорости и в ускорении, да, серьезно, конечно, уступает, но все равно, ты представляешь, стоимость, да, стоимость этого 4,5 миллиона у Ташаева, из 125 тысяч, понимаешь? Вот, тут, тут, тут надо немножко понимать, да, кто из этих игроков, какую функцию на поле выполняет, вот. Да, конечно, если смотреть там на, ну, вообще, он у нас раунд-дойтер, то есть, как раунд-дойтер, в принципе, в принципе, он не уступает, я вам больше скажу, но только вот по ускорению он серьезно проигрывает. А по всем остальным показателям такой же, и плюс Ташаев моложе, не забывайте, да, чем Майкон. Вот поэтому, вот поэтому задумайтесь, да, этому 25 лет, этому 21 год, то есть Ташаев еще подрастет. И в 25 лет это будет такой же Майкон, понимаешь? И какой смысл покупать бразильца, если можно своего вырастить? Это же ж глупости какие-то, да. Брать, вот Гильермо уже не иностранец, это уже русские врата, вот как счастливы, конкуренты Горяна. Самедов травмирован, ну, Самедов с физической точки зрения не очень, конечно, он уже хорош, и будет еще хуже становиться, но у него за счет психологии, за счет ментальности, ну, правда, позиция у него, знаешь, такая, что здесь без скорости не поиграешь, так что его надо либо переучивать на какую-то позицию в центре поля, да, либо все, Саша заканчивает. Карьеров, Тарасов, опорник, ну, он, знаешь, с функцией опорного справляется, с функцией опорного хава, но решительности нету, понимаешь? Оле спроси, что делать на поле, понимаешь, Дима? Оля тебе скажет, у нее решительности вагон больше, чем у тебя. Так, дальше идем. Петчинович, центральный защитник, тоже, да, вот, центральный защитник. Ну, да, у него есть опека, отбор, игра головой, но зачем идти по пути меньшего сопротивления? Ну, зачем? Брать там, понимаешь, Петчиновича, легионера, с концентрацией 12. То есть это не тот, не тот центральный защитник, которого, ну, можно сказать, да, что вот цементируют обороты. Да, он неплохой, но, опять же, нет в нем ничего топового. Скажу, что это топовый легионер, понимаешь? Нету такого. Это просто неплохой иностранец. Виталий Денисов, тоже считается легионером из Узбекистана. Да, у нас Виталий. Ну, честно говоря, что тут можно сказать? Вбросы за боковой, ну, это что, конкурент Аратенбергу, что ли, да нет? Опека 10. Вот что это? Вот зачем нужен такой футболист, если он защитник? А сапекой 10. Еще и легионер. Это все глупости. Так, и отбор всего лишь 13, да? Плюс, ну, ладно, скорость, ускорение, вносливость хотя бы есть. То есть он бегает, да? Ну, концентрация так себе. Выбор позиции так себе, понимаешь? То есть это уже на определенные мысли наталкивает. Значит, может быть, он не так хорош. Он не сэ. Ну, он, конечно, играет и за счет скорости, и атаки завершает здорово. Так что, в принципе, это неплохой легионер. Но здесь у него показатели какие-то уж слишком заниженные. Потому как, ну, знаете, даже у Вячеслава Кротова завершение атаки 15, по-моему. А у Ньесе 14. Это, знаешь, это смешно даже как-то смотреть. Ну, Ньесе посильнее на текущий момент, чем Кротов. Поэтому логично, чтобы у него показатели были повыше. Но, с другой стороны, ему 25 лет. То есть еще может немножко вырасти. Но, опять же, в этом году за 9-4 гола забил. То есть неплохо так смотрится Ньесе. Шишкин. Шишкин. Правый защитник. На скорости уже нет. 28 лет. Еще пару годиков попылить на этом уровне. И потом начнет скатываться. У него пекотбор на достаточно неплохом уровне для Чемпионата России. У него выносливостей пока хватает. Концентрация есть. Выбор позиции есть. Тоже слабоватый выбор позиции. Но все-таки ничего. Шишкин должен быть куплен за любые деньги. Да не то, что спасибо Шишкина. Пока приобретать не собираюсь. У меня нет денег. Динго. Еще один напорник. Дикая собака Динго. Ну, что я могу тут сказать? Вот опять же. Ну, чем он слабее Тарасова? Чем он слабее? Да, он более решительный. Ему там больно не подскажет. Но все равно. Вот зачем платить деньги человеку, который в принципе, ну, кроме... Да и физически тоже. Ну, сила 14. Выносливо 16. В принципе, можно своего такого дуболома вырасти. Да, и он будет... Да и то, знаешь, не такой же дуболом 180 сантиметров ростов. Такой, знаешь, просто середнячок. И вот таких середнячков я против таких легионеров. Понимаешь? Я за то, чтобы у нас играли только топовые легионеры. Только, понимаешь, вот Халки. Уровня Халка легионеры, там, Горая, Промеса. Вот они пусть играют. А вот эти Ндингев, Печиновичи, это куда? Это куда с ними идти? Касаев. Вот Касаев. Да, вот чем Касаев хуже Майкона? Чем хуже? Ничем. Даже по многим показателям он его превосходит. А россияне... Так зачем вам Майкон нужен? Я не знаю. Арсений Логашов. Тоже защитник. Ну, у него... Ну, в принципе, два защитника неплохих. Но оба правы. Ну, тоже. Неясность, да. Хотя и у этого опека и отбор есть. И у вас позиции хороший. И, ну, концентрация, конечно, если 13, то хорошо. Если 11, то плохо. Ну, он легкомысленный, конечно, это плохо. Для защитника он не должен быть легкомысленный. Коломейца. Не знаю. Игрок моего чемпионского спотака. Ну, знаешь, здесь его серьезно, серьезно порезали. Он даже в чемпионате России не статовый игрок у них, да. Ну, опять же, да. Вот, в принципе, неплохой футболист. С кем попал у него чемпионов не выиграешь. Это Григорьев. Что он? Он в аренде. Янбайев. Вот, пожалуйста, универсальный защитник. По крайним защитникам локомотив, наверное, лучшая команда лиги. Вот. Ну, у Янбайев физически очень хорош. Очень хорош физически. Но с психологической точки зрения, хотя нормальный. С психологической. Ну, вот у него опека отбора по 12 всего лишь. Это не очень много. Хотя он у них статовый игрок. И средняя точность передачи 81% при Медлике. Не знаю. То есть, это говорит о том, что, в принципе, может, может играть в хороший футбол. Антон Коченков, это вратарь. Ну, достаточно перспективный, судя по тому, что он там показывает. И Ян Дюреца. Ян Дюреца, 33 года, центральный защитник. Ну, это что-то из оперы самбы, только еще похуже. Вот зачем таких держать, понимаешь? Зачем таких держать? Поиграл только в Ганновер. Уехал из лохомотива в Ганновер. Все. Сразу уровень был понятен. Если мы показывали там Черлуку. Да, из отеля, как Черлука играл долго в Европе. Да. И там и в Германии, и в Англии. Вот. И вот Дюреца. Да. Уехал в расцвете лет. Называется Ганновер. И за 9 матчей там все бурили. Что это за дюреца такая, да? И какие они дюрецы, что они этого дюрецу подписали. И гранули его самому. Вот и все. Вот вам и дюреца. Здесь надо это понимать. Остальные там уже, наверное, не выйдут. Антона Меранчука сейчас покажу. Ну, здесь у него... Про него мы ничего не знаем, да? Показатели у него непонятные здесь. Поэтому даже анализировать я ничего не буду. Тут в Лиге Чемпионов Манчестер играл с Зенитом. В итоге Киржаков, который тут еще в Зените забил. С Педа Шатова. Но Зенит все равно проиграл. Тут так мы статистику-то можем посмотреть. Ну, а лишь. Все-таки европейский уровень, да? И наш, он сильно различается. И это, к сожалению, пока что видно. Хотя Манчестер далеко не в лучших своих кондициях находится. Но, тем не менее, тем не менее, видишь, нашего чемпиона знатно прокатил. Интересная расстановка, да? Шишкин в оплотной зоне играет с Тарасовым. Ну, и очень много легионеров. Очень много. Печинович, Чарбука, Денисов, Фернадес, Ньясса, Бушуфа. Вот это лохомотив, да? Вот это команда, как говорится, да? Что вы, зачем вы играете в футбол? Если у вас, так, Чалый в результатах теста Ионов. Ну, Ионова мы не будем брать. Он у нас сидит на скамейке. Еще не восстановился после травмы до конца, да? В принципе, статовый состав я без изменения оставляю. Кокорин, Жирков, Ташаев. Наташаев, Зобнин, Соснин, Денисов. Бютнер, Дьяков, Губачин, Козлов и Габулов. В воротах, в принципе, я ничего менять не стал. Как играют, так пусть играют. Контроль мяча, но мы все-таки дома играем, поэтому я контроль мяча им оставил. Вот. Посмотрим, как они сыграют. В принципе, и... Фаворитами нас считают. Так, Чалый был уволен с простоты Нерубина. Я говорю, я не должен комментировать то, как другие играют. Так. Я не хочу склазить нашего вратаря. Тут дело не только в вратаре. Габулов, конечно, неплохой голкипер, но все-таки хочется немножко по-другому, чтобы смотрели, да, судили. Неясо держим, Касаева держим. Неясо, даже, наверное, плотную опеку надо всегда установить. Вот. Так, разговоры с командой. Я скажу так, что давайте оправдаем ожидания наших болельщиков высоты. Вот со мной работаю, да, и они уже прониклись, да, что вот ради болельщиков надо играть. Понимаешь? Ради болельщиков. Раньше, знаешь, я сказал, а, да, какие болельщики? Денисов бы там про денежки что-нибудь бы услышал, и все. Ну, сейчас вижу. Ради болельщиков, и они уже играют ради болельщиков. Ну, не знаю, как они уж играют там сегодня, но, в принципе, по крайней мере, то, что они желание какое-то проявляют, это уже, на мой взгляд, хорошо. Плюс лохомотив у нас там, может быть, он в Еврокубках где-то действует. Глубочем на карточку уже напоролся, это плохо. Ну, все. Надо с Глубочиным как-то поговорить. Сейчас мне удаление не нужно, совершенно не нужно. Так, Фернандес, внимание. Жирков перехватил, хорошо, грамотно сыграл Бютнер. Перелет заведел, тут Кокорин. Кокорин в Семпице России еще ни одного гола не забил, но вот сегодня, может быть, что-нибудь сделает Жобнин. Отдает на Козлова дальше, Козлов подает. Ну, знаешь, так довольно бесхитростно комбинация развивалась. Ну, мяч мог отскочить Кокорину. Ну, Бютнер на Сосневна. Бютнер подает. Там кто? Там Ташаев! Хорошо. А вот вам Ташаев, да? Я говорил, говорил там про сомнения Ташаева, да, и того же Майкана. Ну, вот чем вам Ташаев не Майкан, да? Тоже для Чемпионата России, еще раз говорю, хороший игрок. И перепрыгнул он Виталия Денисова. А вот Денисов, да, легионер. И зачем он нужен, понимаешь, с такой игрой, с таким уровнем игры? Да он не нужен! Это все равно, что, там, я не знаю, какому-то Чукчику. Бля, что мне нужен? Нормально. На шестой минут. Вот, пожалуйста. О чем это говорит? А линия центральных защитников кто? Петинович и Чалука, да? Вот привет, привет, понимаешь? Зачем эти защитники нужны? Если они так играют в футбол, если два защитника пропускают одного Зобнина. Не, Кокорин он не забивает у нас. У нас Зобнин забивает. Я говорю, хочу Манчестер и Майкан, поэтому я играю в футбол. Этот не хочет, видимо, Манчестер. Так, Зобнин отдает на Кокорина. Вот это Кокорин, понимаешь? Он свои моменты не реализует. Он делает, что попало, он только не в футбол играет. Саша какой-то. Локомотив пытается сейчас что-то там переломить. Но у них, видишь, физическое состояние после прошлой игры такое вялое достаточно. Поэтому наш посвежее. Только Губачан бы карточку не получил вторую. Все будет тогда нормально. Зобнин принял, выбил. Тут надо бы суфу держать. Плотно опекаем. Всех плотно опекаем. Ну вот, Виталий Денисов. Легионер появилась. Бил поворотов. Сразу было видно, да, что легионер настоящий. Губачан назад. Так, давай. Яков Губачан. Пас Наташаева. Козлов. Вперед за... Ну, на Кокорина бесполезно это делать. Знаешь, Кокорин... Любопытная личность. Считают его, понимаешь, каким-то талантом. Одаренный, да, какой-то футболист. А что в нем одарено? Что он делает? Понимаешь? Вот Федя Черенков почему был одарен? У него был сумасшедший дриблинг. Практически бразильский, да? В хорошем смысле. И удар. Ну, Кокорин! Ну, даже сейчас не забил. Ёлки-палки! Кокорин какой! Вот как к нему относиться, да? Столько моментов подет. Вот. У кого-то пас. У кого-то чувство... Чувство удара, да, сумасшедшее. Который форвард в нужное время в нужном месте, как говорится, да, располагается. У кого-то дриблинг феноменальный, да? У кого-то все вместе, да? Вот. А что у Кокорина есть? Физически кто-то развит на высочайшем уровне, да? Но у Кокорина-то ничего этого нету. Вот Кокорин! Даже сейчас не забил! Ёлки-палки! Ну, все, все уже под Кокорина играются. Все комбинации уже выводят этого Кокорина на удары. А Кокорин говорит, ай! И ладно, говорит. Ну, вот у нас, в принципе, сейчас нормально. Отыграли первый тайм. Я доволен, я доволен, я так вам и скажу. Я скажу, я доволен вашей игрой. А нет, нет, не доволен. Нельзя так сказать. Они сейчас расслабятся. Надо сказать, что... Нельзя расслабляться. Ситуация на поле может очень быстро измениться. Обескуражен кто? Бютнер? Так, Бютнер. Давай я тебе скажу так, что я очень доволен твоей игрой. Запутался. Ну, что ты запутался? В трех соснах, блин. Понимаешь? Губача. Губача. Я не хочу, чтобы ты получил вторую желтую каточку. Успокоился. Хорошо. Так, дальше. Нам нужно переструиться. Нам нужно переструиться. Нужно контрол атаковать сейчас. Так, контрол атаковать. Темп игры выше. Ждать подключения. Ну, в принципе, я думаю, что так примерно и нужно действовать. Так, думаю, что так вот. На контрол атаках сейчас будем пытаться их ловить. Вот. Вот по поводу можно Соснина и Зобнина еще местами поменять. Такой сюрприз тактически. Припасти для соперников. Ну, и сейчас Лохомотив тоже наверняка что-то изменит в игре. Но у нас так. Ну, вот куда Соснин сейчас запулил? Кокорин был совершенно не там, где он должен был быть. Но мяч самое главное у Динамо. Ташаев. Ну, вот Ташаев. Ну, что ты творишь? Зобнин. Бютнер. Бютнер идет по флангу. Запутался же он, бедный. В перерыве. Поверь, что ты его в Соснах. Ну, и Янбаев обезоружил Жиркова. Ну, Дьяков молодец. Подхватил Зобнину. Я люблю контроль мяча. Когда он сочетается грамотно с передачами вперед, особенно. Выводами, например, Кокорина. Сегодня два раза хорошо очень вывели. Он должен был хотя бы один из двух моментов забить. Но он там и не сделал. Стоит 11 миллионов, я напоминаю. Следующий кандидат на вылет из команды. Вот Кокорин. Ну, сейчас хотя бы забил. Пусть офсайд. Но важно, что он в ворота попал. И вообще хоть что-то сделал. Потому что, ну, для Кокорина это важно. Так. Бусуфа. Встречайте Денисова там. Ребят. Ребят. Встречайте их. Что вы? Что вы как барашки? Правильно. И за мячом, Игорь. 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 Не ошибаться. Не ошибаться. Правильно. Все. Аккуратно сыграли. Без пожара. Коломейцев у них вышел. В нападении вышел. Интересный ход. Я, конечно, Коломейцева использовал в Лиге Чемпионов. Он был у меня там все-таки больше защитником. А не форвардом. Ташаев заблокировал. Удар. Так. Ну и что тут? Козлов давай догоняй. И в контратаку. В контратаку. Козлов. Кто там? А там Кокорин, который мячик принять не смог в одиночку. Вот это Кокорин. Так. Там у них Майкон вышел. Сейчас мы по сопернику тоже разберемся. Неяса ушел. Неяса ушел. Берем Майкона. Так. Жестко. Слабую ногу. Так. Коломейцев вышел сюда. Нам нападающего. Я шо? Честно говоря. Так. Это мы принимаем. Сейчас нам тоже замену надо будет сделать. Какие-нибудь. Бютнер подает. Удар. Но вот, к сожалению, Дьяков не забил. Это очень печально. Бютнер, кстати, две голевые отдал. Денисов выбивает. Вот. На кого надо? Ну, там Зобнин поборолся, в принципе. Ну, вот. Не хватило. Соснину сейчас удачи для того, чтобы перехватить Тарасов. Ну, Оля подсказала, видимо, этот пас. Ну, ИГОБОВ! Что ты творишь? Уж так меня не пугай больше. Никогда в жизни. Понимаешь? Так. А теперь по заменам. Все замены тратить не будем. ИГОД Денисов сегодня так себе смотрится. Ну, Соснин. Соснин подустал. Давай мы, как обычно, Денисова сюда поднимем. Выпустим Валеру Сарабутина. Он молодой. Но я ему доверяю. Я говорю, хочу видеть тебе хорошую игру. В принципе, Валера. Он может. И это, знаешь, он может. Жирков. Так, на контратаке. Играем. Жирков, что это такое? Это пас рикошетом был у тебя, что ли, такой? Соснин, Ташаев. Ташаев, давай. Оп, на фланг Козлову. Козлов подает. И вот это здорово! Вот это сыграно. Жирков, Юра, третий гол. Вот к Жиркову я претензии предъявить не могу. Он очень старается, борется всегда. Ну, и Козлов сейчас классную подачу. Исполнил защиту локомотива. Кому привет передаем? Кенбаеву вот раз привет передаем. Не успел. За Юрием Жирковым. Ну, Жирков, в принципе, для чемпионата России считается туповым игроком, поигравшим в Европе, да. Ну, и вот поэтому в образцово на контратаке поймали. Плохо Бютнер выбросил. Ну, и вот сейчас была очередная голевая передача от Бютнера, но только на соперника. Бютнер, Бютнер, что ж ты делаешь? Вот куда ты выбросил? Куда ты выбросил? Саша! Сашуля! И вот здесь Козлов не уследил уже за Майком. Козлов не уследил. Ну, это такой, знаешь, зеркальный гол. Жирков подает. Кокорин там до мяча не допрыгивает. Просто, ну, как обычно. И Коломейцев бежит в контратаку. Так, Майком. Пас прошел. Сейчас Локомотив может на Кураже, понимаешь? Вот это вот очень будет печально. Ну, вот заброс Жиркова на Кокорина. Кокорин, давай. Саша, ну, давай. Ну, что-нибудь сделаешь? Нет. Ну, хотя бы угловой заработал. Для Кокорина сегодняшнего это уже максимум, да, на что он способен. То, что мяч он не потерял бездарно, это уже плюс. Вот сейчас Кокорин опять куда-то сбросил головой. А куда, я не знаю. И оставил на контратаку команду отбиваться. Молодец, Саша Кокорин. Выдающийся мастер. Сразу видно. Так, Денисов. Его Ташаев уже там встречает вместе с Игорем Денисовым. Ну, здесь Бусуфу встречаете. Ну, что? Кто отстал? Кто отстал? Ташаев! Осторожнее. И Зобнин там... Нет, Зобнин упал. Динго. Пас прошел. Бютнер. Бютнер. Ну, поплотнее. Бютнер. Бютнер, поплотнее играть. Что это такое? Так, ну, там вы нарушили они. Я говорю, уж концентрируйтесь. Что вы позволяете сопернику творить? Сарабутин, Козлов. Зобнин. Денисов. Сарабутин. Ну-ка, давай, назад. Правильно. Аккуратно, назад. Вот это тоже надо уметь сыграть назад. Аккуратно. Не ошибиться. Денисов. Вот, на фланг отдай. Сарабутин видит, видит Козлова. Сарабутин молодец. И этот назад на Денисова. Правильно играют сейчас. Правильно. Именно как надо. Кокорин. О боже мой. Нет, он сядет. Он сядет. Он сядет. Ужасно играет Саша. Кокорин. Просто отвратительно. Паша Погребняк выйдет. Покажет, может быть, как надо. Хотя, давай-ка, нет, подожди. Отменить. Так. Значит, Кокорина. Так, у нас что? Жирков. Жирков устал. Давай, Кокорина сюда. Выпустим Погребняка в нападение. Может быть, это немножко изменит ситуацию. Может быть, Кокорин от другой позиции себя придет. По крайней мере, я на это надеюсь. Вот. Ну и плюс ко всему Жиркову надо передохнуть. Он у нас все-таки более полезный игрок, чем Саша Кокорин. Так, Янбаев. Касаев. Так, нужно встречать. Бютнер. 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 Поплотнее с ним играй. Бютнер. Ну, Бютнер. Ну, что ты будешь делать? Если бы Бютнер еще в защите бы хорошо играл, то это было бы, конечно, не был бы игрок европейского уровня. А так его Фергюсон держать не стал. Бютнер. Ну, опять скинул сопернику. Ну, что ж ты будешь делать с этим Бютнером? Он всем скидывает. Потому что так он здорово подключается в обороне и не дорабатывает. Ну, Локомотив, смотри, как раскатывать начал. Бютнер опять ошибся. Ну, тут ладно, разобрались. Ташаев, что ты делаешь? Ну, что это за кивок головой? Прими и обработай, понимаешь? И вынеси тогда уж, если некому отдать. Ну, что это? Ну, как Майкон там просочился? Ну, ладно, мимо Морлова-то. Ну, так-то мог бы и забить. Так, Морозова надо выпускать. Морозова надо выпускать вместо Бютнера. Так, или вместо Козлова. Место Козлова надо выпускать. Морозова. Хотя Козлов, конечно, хорошо играет. Ну, все-таки, давай-ка мы дадим ему отдохнуть. И Грише дадим тоже поиграть. Я все-таки молодым доверяю футболистам. Поэтому я молодежь так ввожу в состав аккуратненько. Вот он, Гриша Морозов. Немножко поиграет. Не повредит это Морозов. Вот. Здорово скатил. Видишь, да, партнера он заметил, скатил. Под удар практически Сарамутин. Давай на Морозова. Вот Морозов мне нравится. Молодой. Смотри, он мог сейчас еще и гол забить. Я думаю, что он, конечно, навешивал неудачно. Но, тем не менее. Вот снова Морозов выбрасывает. Денисов. Морозов. Видишь, как он сразу вышел. Игра через него вся строится. Ну, там Ташаев уже глупость какую-то сотворил. Но 3-1 победили достаточно уверенно. Да, я скажу, что я доволен результатом вашей игрой. В принципе, я доволен. Но там одна ошибка была. Как Орен, Саша. Я недоволен тем, что видел сегодня. Понимаешь? Ты меня разочаровываешь от матча к матчу. От матча к матчу. Мы вышли на первое место. Я скажу так, что я сконцерпировал на следующей игре. Я не смотрю на турниру. Это в лицо. Спатак еще не играл. Спатак победит. И мы уже будем вторые. Но то, что мы с таким составом умудряемся идти на первом месте. Это большая, значит, удача. Вот. Теперь идем по статистике матча. Видишь, процент точных передач 75. Это низкий уровень. То есть мы, видишь, не можем держать высокий уровень точных передач за 80. Не можем. Хотя мы по ударам переиграли лохомотив полностью. Но тут, опять же, сказалось физическое состояние лохомотива. Это не наше какое-то преимущество, да, в физике. Это просто то, что мы в еврокубках не играем. А лохомотив, похоже, играет. Мы сейчас посмотрим. Вот. И так, сейчас мы по пассам пройдемся. Ну, вот, видишь. Козлов 79, Губочин 79. Дьяков 73 маловато. Бютнер тоже мало. Но Бютнер две голевые передачи отдал. Ему только за это пятерку ставить. Под одну сопернику. Так что пять с минусом. Денисов 80. Ну, вот, видно, что капитан команды. Да, Зобнил плоховато. Но гол забил. Соснин плоховато. Ташаев плоховато. Но гол забил, да. Вот. Жирков гол забил. Кокорин. Вот. Я не знаю, что с ним делать. С этим Кокориным. Просто не знаю. Потому что он... Что он есть, что его нету, да. Вот. Удары поворотом наносят. Ну, давай посмотрим, кстати говоря. Так, удары. А это не здесь смотрится, да, вроде. Это удары. Да, где у нас Кокорин? Семь ударов нанес. Ты представляешь? Семь ударов. Семь. И вот из раз, два, три, четыре, пять из пяти ударов. Из пяти ударов. Ни одного гола. Что это такое? То есть, ладно, бывает такое, да, что моментов нету у форварда. Бывает такое. Ну, смотри, Жирков. Один удар, один гол. Ташаев. Один удар, один гол. Да. Вот так. А Зобнин. Два удара, один гол. А Кокорин. Семь ударов и ни одного гола. То есть, как можно нанести семь ударов? Это что за форвард? Форвард, который семь раз бьет поворотом, семь раз бьет поворотом и не может забить гол. И это не только в этом матче. Бывает такое, что, знаешь, один неудачный матч у футболиста. Такое бывает. И это, ну, в порядке вещей. Вот Кокорин. Давайте посмотрим. Принятые, принятые. Это все убери его. Мне неинтересно. Посмотри. Мне говорят. Вот ты смотри, там, сколько раз игрок получал мячи штрафной. Кокорин получал. Раз, два, три, четыре, пять раз. Пять раз. Даже шесть, семь можно считать. Восемь, девять. На подступах штрафной получал мячи. Мы погребника сотрели. Он так не играл. У него там, его без мяча на голодном пайке держали. Понимаешь? И этот получает. Хорошо. Так. Навесы. Давайте, навесы посмотрим. У него были ни одного принятого навеса. Ну, это, скорее всего, из-за того, что он такой кривой. Ну, видишь. То есть, у Кокорина, у Кокорина, у него, в принципе, есть там, чему возникать. Да, так. Мы еще заплатили пять, пятьсот тысяч за трансфер Бютнера. Червченко, этот, расстроен, да. Лохомотив. Да, они Саяксом играли, видишь. Саяксом играли третьего числа. Правда, третьего. А, подожди. Не. Первого числа играли Саяксом. Через два дня играли с нами. Вот поэтому они были такие измотанные. Ну, бросили все силы на Лигу Европы. Да, они там хорошо идут. Фиорентину обыграли тоже. То есть, без поражения идут. Ну, например, Лиги. Вот из-за этого они, видишь, Амкара проиграли. Динамо сейчас вот проиграли. То есть, видишь, в принципе, лохомотив... Лохомотив очень тяжело идет из-за Еврокубков. Кубок России тут еще вмешался с Тульским Арсеналом. Да, то есть, им на несколько фронтов играть, это, естественно, тяжело. Это можно понять. Да, и здесь... Здесь... Ну, ротация, значит, неграмотная. Тейнером проводится. Вот. Но хотя бы мне пока не... Про ротацию мне пока не говорить. Потому что ротация в случае с Динамо, да, тут не требуется такая широкая. Дальше по списанию у нас Рубин. Рубин идет в шестнадцатом, да. Поэтому, я думаю, не буду показывать, да, матчи с Рубином. Кубковую игру с крылышками, я уж надеюсь, выиграем, да. Ну, и, наверное, встретимся в следующий раз на матче со Спартаком. Вот там будет все серьезно. Можно сказать, матч двух лидеров чемпионата. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь. Не забывайте про пальцы вверх. Это очень профессионально. Ставить пальцы вверх. Вступать в группу ВКонтакте, да. Не пропускать трансляции на Твитче, чтобы вы знали. Это тоже важно. Все ссылки под видео. Вот. Удачи всем и до свидания.